ЛГЖТ. Как расшифровывается эта аббревиатура, знает каждый второй люберчанин. Люберецкий городской жилищный трест. Предприятие, входящее в пятерку самых мощных и стремительно развивающихся организаций в сфере управления многоквартирными домами в Московской области. Но мало кто знает, с чего же начиналось жилищно-коммунальное хозяйство в Люберцах. Тему продолжит Григорий Ворванин. Бревенчатые двухэтажки в поселке Калинино построены в 1925 году. Это первые многоквартирные дома, возведенные на территории города. На этой улице их было 10. Сейчас осталось только 3. В домах удобства нет, потому что их раньше не было. Только газовые плиты, ни ванн, ни душевых, ни горячей воды в домах нет. Дома тёплые, уютные. Они маленькие, они как частный сектор. У них своя территория, они все в зелени. На протяжении нескольких лет жители сами содержали эти дома. Делали ремонт кровли и стен, красили рамы, меняли стёкла. Так было до 1931 года. Именно в этом году на базе завода имени Ухтомского было организовано новое ведомство – городское жилищное управление. Основной задачей которого стало обслуживание и содержание жилых домов, в том числе и двухэтажек в посёлке Калинино. Мы вот на этот… по пять грибков убиваем, да? Обязательно. На каждый утеплитель, на каждый класс. В 1984 году на работу в тогда ещё жилищное управление устроилась Вера Сопронова. Она прошла путь от рядового техникосмотрителя до начальника производственно-технического отдела. Во время работы ей приходилось спускаться в подвал и подниматься на чердаки и крыши Люберецких многоэтажек. И сейчас Вера Александровна регулярно выезжает на объекты. В середине 90-х администрация Люберецкого района приняла решение создать муниципальное унитарное предприятие Люберецкий городской жилищный трест и передать вновь образованному предприятию все объекты коммунального хозяйства с баланса Акционерного общества производственного объединения «Завод имени Ухтомского». В своё время, когда разваливалась та сторона, когда разваливались предприятия, все с удовольствием отдавали нам. И брошенные, я уже помню, целые массивы брошенных жилого фонда, которые мы принимали. Даже фонд «Завод Ухтомского» решением тогдашнего главы было передано в муниципалитет. Это было, ну, вы представляете, дома, которые не эксплуатировались. И мы всё это подобрали, другого условия не скажу. С 2007 года МУП ЛГЖТ преобразовано в Акционерное общество. На предприятии внедряются современные технологии, что позволяет увеличить объёмы производимых работ. В настоящее время Люберецкий городской жилищный трест обслуживает 885 многоквартирных домов. При этом численность коллектива предприятия – 475 человек. Сотрудников ЛГЖТ с профессиональным праздником Днём работника жилищно-коммунального хозяйства поздравил глава Люберец Владимир Ружицкий. От этой работы не устава. Этой работой заниматься профессионально. Реагировать на все просьбы наших жителей. И понятно, что выполнять те задачи, которые требуются. Компания ЛГЖТ – это, я, я, с весело отвечаю, это сегодня лучшая компания. От лица партии «Единая Россия» коллектив ЛГЖТ с профессиональным праздником поздравил депутат Московской областной думы Игорь Каханый. Без ЖКХ сегодня никто не может представить жизнь, ни житель дома, ни работник любого офиса, потому что везде его окружают услуги ЖКХ. Я очень горд, что у нас в округе есть флагман, очень большая компания, которая очень много эксплуатирует многоквартирных жилых домов – это Люберецкий городской жилищный трест. Почетными грамотами и благодарностями за вклад в развитие ЖКХ городского округа отмечены техники-смотрители, кровельщики-энергетики и другие специалисты предприятия. Григорий Ворванин, Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Григорий Ворванин, Луиза Игия Зарян.